История со взрывом в Таразе трёхлетней давности Обрела неожиданное продолжение Почему жильцы многоквартирного дома Вынуждены платить многомиллионные долги За ликвидацию ЧП Говорят, платите по 1600 тенге В течение 10 лет Вы против этого? Конкурсы для учителей Награждение лучших педагогов И выступления международных экспертов В Алматы прошёл образовательный форум С участием Акима Бакджана Сагентаева Поручаю, первое Управлению образования Совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля И Управление общественного здоровья С 1 сентября Почти 100% вакцинированных Жители одного из казахстанских посёлков Добились коллективного иммунитета Как это повлияло на качество жизни на селе? Охват по району составляет 53% Развернуты 4 прививочных пункта Ценовой бум Когда стабилизируется ситуация На рынке недвижимости в Алматы? На моём опыте подруг Они тоже сталкивались, когда, допустим, вы снимаете квартиру Очень она дёшево стоит Примерно 120 тысяч В городе запустили новый конкурс для учителей Digital Ustaz Алматы Об этом стало известно во время образовательного онлайн-форума Который прошёл на нашем телеканале С участием Акима Алматы и Бакаджана Сагентаева Встреча собрала ведущих мировых и казахстанских экспертов В сфере образования Говорили о настоящем и будущем системе образования За работой форума Весь день наблюдала Рамина Мирзалимова Образовательный форум стартовал в 11.30 дня И продлился до 7 вечера По традиции, из-за пандемии встреча проходила в телевизионном формате Онлайн-конференция состояла из четырёх панельных сессий Открывая форум, Аким Бакаджан Сагентаев Поручил обратить особое внимание Здоровью и безопасности учащихся А также выработать чёткий алгоритм действий Контроля безопасности в образовательных учреждениях Поручаю первое Управлению образования совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля И Управлению общественного здоровья С 1 сентября текущего года Осуществлять постоянный мониторинг обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в школах Включая контроль за проведением ежедневных профилактических мероприятий И оснащением школ необходимыми дезинфицирующими и другими средствами защиты На панельных сессиях эксперты обсудили ситуацию в алматинских школах в постковидный период В частности, как дистанционка отразилась на качестве обучения И как новые технологии помогают совершенствовать навыки Они через компьютер так много обучаются И настолько это интерактивное и адаптивное обучение И вот вы видите, это удивительное использование технологий Это система поддержки учителей Для того, чтобы понимать различные методики И они могут услышать и обучиться этой сложности На ежегодном августовском совещании затронули и тему Как обеспечить детей качественным дошкольным образованием Так, например, с начала года в мегаполисе открыли 72 частных детских сада Которые сейчас посещают более 4 тысяч детей Всего в городе 860 дошкольных организаций 189 из которых являются государственными В ближайшее время планируется возвести еще 10 государственных садиков на 2000 мест В этом году, в учебном году внедряется и субсидирование питания со стороны Акимата города Алматы Вот такая помощь и инициатива Акимата Значит, уравнивает ценовую политику участных детских садов С государственными детскими садами И дает возможность, значит, развиваться частному сектору образования В этом году в школах намерены капитально поработать над ошибками В первую очередь будут развивать цифровые навыки Как у преподавателей, так и у детей А для стимулирования профессионального роста педагогов Аким города сегодня объявил о старте конкурса Digital Ustaz Он пройдет в три этапа, каждый из которых будет сопровождаться вебинарами И мастер-классами с участием ведущих международных экспертов в сфере образования Для победителей конкурса предусмотрены ценные призы А тот, кому достанется первое место, поедет на образовательную стажировку в Лондон или Хельсинки Цифровая педагогика и опыт работы, который мы приобрели в прошлом году Будет применяться всегда У нас появляется возможность отойти от модели школы прошлого века И переосмыслить школу будущего В этой школе обучение будет происходить не только в классах Учителя будут знать, как использовать технологии и преподавать по-другому Чтобы снизить дефицит ученических мест в городе Строится 8 государственных школ на 12 600 мест А также 17 новых корпусов в действующем Городские власти планируют возвести еще 4 школы и 11 корпусов Рамина Мирзалемова, Рашид Шукуралеев, телеканал Алматы Алматинские школы завершили подготовку к новому учебному году Речь прежде всего идет о санитарных мерах Об этом сообщили в городском управлении образования Школьники не будут перемещаться из класса в класс А учителя приступят к работе, предварительно проверив свой статус по системе АШИК Эти и другие новшества нового учебного года в репортаже Айен Рафина Ригбаева До начала нового учебного года остается меньше недели В алматинских школах тем временем завершилась подготовка к приему учеников После карантинного года дети наконец смогут сесть за парты и обучаться в традиционном формате Эта школа готова к приему учеников на 100% При входе в учебное заведение установлена дезинфекционная арка и антисептический коврик Здесь же дети будут измерять температуру, а после он должен продезинфицировать руки Отметим, все занятия будут проходить в одном кабинете за исключением физкультуры При этом помещения будут периодически проветривать и кварцевать Прежде чем зайти в здание, весь персонал школы, включая родителей, должны проверить свой статус по системе АШИК В случае, если кто-то из учеников заразится вирусом, то весь класс отправят на карантин и переведут на дистанционку В целях безопасности начальные, средние и старшие классы будут заходить в школу из разных корпусов Занятия физкультуры будут проходить на открытом воздухе В этом году вместе со школьной традиционной формой можно носить и свободную в классическом стиле Белый верх, черный низ В этом нет никаких ограничений Как ранее заявили в Минздраве, переход на очный формат обучения был возможен при 100% вакцинации педагогов и всего персонала Сейчас в каждом из районов города созданы специальные мониторинговые группы, которые будут следить за соблюдением санитарных норм школа В число проверяющих вошли и санэпидемиологи В обязательном порядке мы будем предупреждать в случае выявления нарушений, будем принимать жесткие меры в случае повторных нарушений вплоть до дисциплинарных мер Карантинные миры строго соблюдаются и в детских садах Их, к слову, в городе насчитывается больше 800 189 из них государственные В Веслях также внедрена система ОШЭК Детей запускают только по журналу, предварительно измерив температуру В случае выявления коронавируса у ребенка, согласно постановлению санэпидемиологов, мы полностью закроем садик на 14 дней В это время здание будет активно обеззараживаться В случае, если у родителей будет выявлен вирус, то мы попросим их не приводить ребенка в сад Отметим, в Алматы больше 200 школ и около 300 тысяч учеников В целях устранения дефицита ученических мест в городе идет строительство 8 новых учебных заведений Также производится расширение еще 17 школ В Казахстане ослабляют карантин Такое решение сегодня было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса Со следующей недели всем бизнес-объектам, участвующим в проекте ОШЭК, разрешено работать в выходные дни до полуночи А лидерам проекта до двух часов ночи В эту субботу на маршруты выйдет общественный транспорт Отмечу, как работники, так и посетители заведений в выходные дни должны иметь зеленый статус в приложении ОШЭК С учетом эпидемической ситуации, упрощение карантина в Алматы планируется ввести чуть позже С 4 сентября в выходные и с 6 сентября в будние дни В Алматы пик заболеваемости коронавирусом в этом году пришелся на август С начала месяца в городе ковидом заразились 36 тысяч человек Почти у всех был выявлен индийский дельта-штамм Такими данными сегодня поделился главный санврач города Жандарбек Бекшин По его словам, согласно проведенному анализу Зачастую люди инфицируются при посещении объектов питания, общественного транспорта и рынков Глава департамента Сабинэпидконтроля также отметил, что ежедневно в мегаполисе Регистрируется больше полутора тысяч новых случаев В связи с этим Жандарбек Бекшин призвал жителей и гостей города не тянуть вакцинации С 25 июня текущего года по настоящее время продолжается четвертая волна эпидемии Которая вызвана индийским вариантом дельта-ковид-19 Пик развития данной волны эпидемии наступил 12 августа текущего года При этом развитие эпидемии на одном уровне, это как называем плата, продолжается по настоящее время С 29 июля при регистрации порядка полутора тысяча шестьсот случаев в сутки Полицейские Панфиловского района Алматинской области накрыли свадьбу во время карантина Торжество, в котором должны были принять участие порядка ста человек, выявили во время очередной проверки Всех гостей мероприятия стражи порядка разогнали А вот администрации ресторана грозит штраф На данный момент собранный материал направлен в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Также во время обхода полицейскими был замечен дом, где проводился худалок В отношении 46-летней хозяйки составлен протокол об административном правонарушении Как сообщается в отделе полиции Панфиловского района, в целях пресечения нарушения карантинных мер Около кафе и ресторанов будут дежурить полицейские С начала года мониторовой группы были выявлены и привлечены к административной ответственности 124 заведения, проводивших мероприятия разного вида По всем выявленным фактам материалы направлены в СЭС для принятия мер согласно статей 425 КОАП РК А также были проведены профилактические беседы по векторам питания и увеселительных заведениях По недопущению нарушения постановления санитарного врача За 24 часа в Казахстане зафиксировано чуть больше 6000 новых случаев заражения коронавирусом Наибольший прирост отмечается в Алматы – более 1500 фактов Умерли от ковида и пневмонии 157 человек Выздоровели более 8000 казахстанцев Лечение от ковида получают больше 120 тысяч человек В тяжелом состоянии находится свыше 1800 пациентов К аппаратам ИВЛ подключены 262 больных На фоне непростой эпидемической ситуации продолжается иммунизация населения На сегодня первый компонент вакцины получили 850 тысяч А вторым компонентом привылись свыше 690 тысяч алматинцев Непрошедшие вакцинацию от коронавируса зараженные пациенты В 29 раз чаще оказываются в больнице по сравнению с привитыми гражданами Такие данные опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США Результаты основаны на данных из округа Лос-Анджелес Собранных среди 43 тысяч пациентов При этом среди них полностью вакцинированные составили 25,3% А оставшиеся граждане, не сделавшие прививку Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса Разведывательные службы представили президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса Но был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем не указано По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки Рассекреченную версию доклада предоставят общественности через несколько дней Тем временем в Германии вводят новые критерии для локдаунов Отныне в стране будут ориентироваться не на число заражений, а на число госпитализаций Послабления связаны с тем, что большая часть населения уже привита от коронавируса Меньше недели остается до конца срока обязательной вакцинации для казахстанцев, получивших первую дозу антиковидного препарата Речь идет о тех, кто работает в сферах торговли, финансах, недвижимости, общепита и не только Они должны успеть привиться вторым компонентом до 1 сентября В связи с этим в Алматы увеличилось число желающих принять участие во всеобщей иммунизации В их числе и трудовые коллективы Диас Мохамбетов расскажет подробнее 21-летний айдос, будущий маркетолог Молодой человек решил не медлить и получить вакцину после того, как коронавирусом переболели его родные Теперь парень ждет, не дождется начала учебного года, который пройдет в традиционном формате Заболели родственники И увидев их состояние и то, как они перенесли тяжесть этой болезни Пришил вывод о том, чтобы сделать вакцину для того, чтобы не заразить уже близких, окружающих Как студент я могу сказать, что мы можем вернуться за парты и обучаться в прежнем формате, как раньше Тем временем специалисты говорят, что желающих записаться на прием для получения прививки от ковида становится все больше Сотни людей приходят вакцинироваться, понимая всю серьезность эпидемической ситуации Население сейчас, оно начало понимать, прививается очень хорошо По нашей поликлинике, городская поликлиника номер 6, в данный момент мы привили около 27 тысяч населения Запасы имеются и для первого компонента, и для второго компонента Выбор в пользу вакцинации делают и трудовые коллективы Инженер крупного коммунального предприятия Алибек Шамет признается, что по долгу служба ежедневно общается как с коллегами, так и с горожанами Поэтому риски заразить и заразиться самому высоки, как никогда Работаем с населением, так как выезжаем по ликвидации утечек, по обслуживанию городской водопроводной сети, расположенной по Бустанырскому району Так как у нас коллектив очень большой, плотно контактируем с населением Ну, чтобы обезопасить себя, себя и свою семью На сегодня коллектив предприятия, а это около 3,5 тысяч человек, привился почти полностью Напомню, что до 1 сентября казахстанцы, получившие первый компонент препарата от ковида, должны привиться и вторым Жители целого села полностью привились от коронавируса в Алматинской области В Жалхзагаш проживает 1300 человек, и никто из жителей давно не болел ковидом Аул по праву можно называть зеленым во всех смыслах, и по эпидстатусу, и по обилию деревьев Как жителям отдельно взятого населенного пункта удалось добиться коллективного иммунитета, расскажет Дамир Анитов Я чувствую себя в безопасности, уверенно, говорит житель села Жалхзагаш Нургалит Алдбеков Каждый в ауле имеет невидимую, но надежную защиту от коронавируса И это не пустые слова За последние несколько месяцев ковид не зарегистрирован ни у одного жителя Как только вакцина прибыла в нашу область и стала доступной для нашего села конкретно Мы не раздумывая пошли получать антиковидный укол Мы очень дружное и социально ответственное село Мы не хотим никого заражать и быть зараженными В самом защищенном селе Семеричинского региона проживают почти 1300 человек Медотвод по разным, но веским причинам получили 250 сельчан Все сельчане, которым разрешено вакцинироваться, получили антиковидный укол Медотводникам и несовершеннолетним привиться нельзя Но 554 человека старше 18 лет полностью привились от COVID-19 Не боятся беспощадного вируса в преддверии 1 сентября и родители учеников Ведь педагогический состав местной школы вакцинирован на 100% Всего по Искельдинскому району вакцинации подлежат 23 600 человек Из них около 13 уже получили, как минимум первый компонент вакцины В целом ситуация у нас в районе стабильная Охват по району составляет 53% Развернуты 4 прививочных пункта Это в селах Алдабергенов, Акансара, Бахтыбай и Карабулак 100% показатель не дает 100% иммунитет Понимают сельчане Они, как и везде, носят маски и соблюдают дистанцию Правда, в гости они все же иногда ходят Ведь щедрый дастархан, а главная безопасность им гарантируется в каждом доме Дамир Анитов, телеканал Алма-Аты из Алматинской области Уважаемые телезрители, вы смотрите новости далее в выпуске История со взрывом в Таразе трехлетней давности обрела неожиданное продолжение Почему жильцы многоквартирного дома вынуждены платить многомиллионные долги за ликвидацию ЧП? Говорят, платите по 1600 тенге в течение 10 лет Вы против этого? Ценовой бум Когда стабилизируется ситуация на рынке недвижимости в Алматы? На моем опыте подруг они тоже сталкивались, когда, допустим, вы снимаете квартиру Очень она дешево стоит, примерно 120 тысяч Продолжаем выпуск Жуткое ДТП произошло сегодня в селе Раимбек Алматинской области В результате столкновения двух легковых авто погибли 4 человека Еще четверо получили различные травмы и госпитализировали в ближайшую районную больницу В региональном департаменте полиции сообщили, что водитель иномарки, следуя по улице Суимбаева, выехал на встречку Где допустил столкновение с автомашиной ЛАДА-2107 По факту инцидента заведено уголовное дело В Талдыкургане во время взрыва на заводе по переработке автомобильных шин пострадали 3 человека Все они в экстренном порядке были доставлены в многопрофильную больницу города Состояние двоих пострадавших оценивается как среднее Третий находится в реанимации ЧП произошло сегодня ночью в 3 часа 25 минут По информации ДЧС Алматинской области Предварительно произошел хлопок в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин Возгорание вакализовано в 4 часа 27 минут и ликвидировано в 4 часа 49 минут На департаменту по чрезвычайной ситуации в Алматинской области Выезжали 24 сотрудника, 9 единиц техники Управление полицией города Талдыкурган, скорая медицинская помощь, а также вспомогательная служба Предполагаемой причиной хлопка могло послужить нарушение технологического процесса Накопление паров в рабочей зоне емкости легко воспламеняющихся веществ Пострадавшие от взрыва трехлетней давности в Таразе возмущены тем, что вдобавок к варплате Им стали приходить счета за ликвидацию последствий ЧП Три года назад власти уверяли, что восстановят все своими силами И теперь людей оббивают пороги различных инстанций В надежде, что с них спишут долги за ремонт подвала и подъездов многоквартирного дома Однако добиться результата пока не удается Дана Келебаева вникала в проблему Это кадры разрушительного взрыва, который прогремел в феврале 2019-го Тогда в результате ЧП погибли три человека Взрывная волна была такой силы, что бетонные перекрытия сложились как карточный домик 30 квартир были полностью уничтожены Кроме этого пришлось восстанавливать подъезды и общий подвал А несколько месяцев назад жильцам стали приходить странные квитанции Говорят, платите по 1600 тенге в течение 10 лет Мы против этого, потому что вначале было сказано, что государство само все сделает Все будет оплачено Убрали бы эту оплату, мы не можем платить Потому что я многодетная мама Кроме того, у меня есть дочь с ограниченными возможностями Пострадавшие и не думали, что им придется восстанавливать последствия взрыва за свой счет Но после того, как руководство области сменилось, о проблеме забыли, сетуют жители В областном Акимате тем временем заявили, что проблема возникла из-за недопониманий с подрядчиком Подрядчик, который выполнил ремонтные работы, он подал иск в суд Оператор, так как оператором данной программы является отдел жилищных отношений Суд поддержал подрядчика Мы сделали обмер полностью Акт выполненных работ, форму 2 подписали И 8 миллионов 800 тысяч тенге было выплачено с местного бюджета из резервного фонда По решению суда Теперь коммунальный вопрос будет решаться на уровне маслехата В ближайшее время депутаты соберутся на первую сессию после летних каникул К середине осени ситуация на рынке недвижимости стабилизируется Такое мнение выразили отдельные алматинские оценщики По их словам, ценовой бум носит лишь сезонный характер Как и завышенная стоимость аренды квадратных метров На которую ранее жаловались алматинские студенты Что советуют эксперты тем, кто собирается покупать или арендовать недвижимость Расскажет Рамина Мирзалимова Студентка Ася Магибаева снимает сокурсницами двушку в Бастандыкском районе Аренда жилья, говорит, обходится в месяц в 130 тысяч тенге плюс коммуналка При этом, по словам девушки, им с подругами очень повезло Потому что по такой цене двухкомнатную квартиру сейчас не найти А если и предлагают, то только мошенники На моем опыте подруг они тоже сталкивались Когда, допустим, вы снимаете квартиру Очень она дешево стоит, к примеру, 120 тысяч И вам ее задают, вы платите 120 тысяч Живете там примерно три дня На следующий день приходит хозяин, стучится к квартиру Говорит, я хозяин, я ее сдавал, допустим, на сутки эту квартиру Сейчас аренда однокомнатной квартиры в мегаполисе Начинается от 150 тысяч в национальной валюте Но цена не всегда соответствует качеству Нередко владельцы апартаментов не хотят сдавать жилье студентам Мы по объявлению звоним Кто будет жить? Студенты Да, студенты, студенты Учимся Семейным Только семейным? Не знаю, не знаю Хорошо, спасибо большое, до свидания Ну, что и требовалось доказать Спрос, как говорится, рождает предложение Поэтому ценовой бум на рынке недвижимости Речь не только об аренде, но и покупке жилья Специалисты связывают с различными предпосылками К примеру, благодаря снятию пенсионных сбережений Люди начали массово скупать недвижимость В то же время активно развиваются ипотечные программы Но по мнению директора оценочной компании Бауржана Бектаева Все это временное явление Общая покупательская способность на рынке Тем не менее, она ненамного улучшилась То есть у нас, мы наблюдаем там с весны, да Получается достаточно поступательное движение вверх Цен предложений И, в принципе, сейчас там мы на каком-то таком уровне Который, ну, как бы, рынок, возможно, сейчас начнет стагнировать И, возможно, может быть, и будет снижение На фоне как раз-таки окончания, да Некоторых государственных программ Пик роста цен на квадратные метры По словам специалиста Приходится в основном на конец лета и начало осени В среднем стоимость квартир, по наблюдениям эксперта, выросла на 40-50% И это уже спекуляция А тем, кто собирается арендовать жилье Эксперты советуют не заключать долгосрочных сделок А дождаться прогнозируемого снижения Рамина Мирзалимова, Сагандык Нарыков, Телеканал Алматы В преддверии учебного года Республиканская акция «Дорога в школу» набирает обороты Сотни учеников Медаевского района Алматы из многодетных семей Получили школьную форму и рюкзаки с учебными принадлежностями Благотворительную акцию из года в год традиционно поддерживают местные предприниматели Мы хотели подарить ту радость и то мероприятие, который проходит в республике и в городе И мы раздали школьные формы и школьные принадлежности Здесь надо отметить, активно помогали бизнесмены Это очень плюс большой для многодетных семей Огромная благодарность нашим спонсорам Так как для нас, для всех, для многодетных мам Это очень большая поддержка, очень большая помощь Месячник правовой грамотности стартовал в Медеусском районе Алматы Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Рухани Жангару» Опытные юристы, адвокаты, медиаторы, а также представители госорганов Ежедневно оказывают бесплатные консультации по различным правовым вопросам Компетентные ответы специалистов можно получить как офлайн в будние дни С 10 утра до 17.00 часов, так и онлайн посредством WhatsApp-мессенджера Если у вас возникли вопросы, можете обратиться по номерам, указанным на экране Мероприятие продлится до 25 августа Прием проводится в ЦОНе Медеусского района с соблюдением всех санитарных норм Ежедневно за консультацией к нам обращаются сотни человек Сотни людей У каждого абсолютно разные вопросы Но если рассматривать самые популярные проблемы, с которыми сталкиваются алматинцы Это мошенничество, это алименты, это невыплата заработной платы Вот с такими вопросами к нам очень часто обращаются Уважаемые телезрители, Алматы все еще в темно-красной зоне Получите вакцину, защитите себя и других Добьемся коллективного иммунитета вместе На этом все еще больше новостей на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы и ТВ Ньюс Всего доброго, до встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»